Нередко в жизни приходится снимать покрышки без использования бортировок или наоборот устанавливать Даже когда они под рукой, я предпочитаю их не трогать Во-первых, без них безопаснее Ну там не закусишь камеру и не поцарапаешь оба А во-вторых, можно подкачать руки, особенно пальцы В моей жизни вообще невероятное количество историй когда ребята ломали лопатки, а потом приходил супермен Вася и устанавливал все руками У меня хаос происходит, я уже час пытаюсь бортировать эту хрень И можно сказать, что я рукожоп, я и даже спорить не буду Блин, ну я не знаю, какими силами надо бортировать это сраное колесо Ты что, на удушающий хочешь? С двумя ногами, крепко сожжай Есть, пошел Ты главное сильно не напрягайся, хорошо? Вась, мне нужна помощь Руками, руками Подожди, рука, есть! Это говно Нет, Сань, это только одно и надо проверить, не пробили мы его снова А еще второе колесо? Ну да А я думал, ты этого поставил? Не Там и не гони Ай, блин, ну почему, чувак? Пробитое, блин Тоже пробитое? Да ладно Я не знаю, чувак, что делать Я хочу повезти это Вася Я сейчас позвоню Если он там, то мы ему повезем Если ты ее наденешь руками, я просто охренен В принципе, все, покрышка села Капец, чувак, вообще! Но ты же помнишь, что он здесь, это было тяжелее снималось, может быть? Да, сейчас мы посмотрим Может она будет вообще-таки сложно остановиться руками Не думаю, что существует покрыша, которую бы я не поставил Да, прям, о-о-о Есть Капец, ты реально поставил ее? Все Офигеть Да, это было чуть сложнее И это повторяется из года в год И даже по несколько раз И случай там с Сашей, это один из десятков случаев Но как вы понимаете, секрет, конечно же, не в руках И сегодня я расскажу, как без особых усилий можно снять и установить покрышку голыми руками Всем привет! Ну, как без усилий, да? Конечно, приходится и попотеть Давайте для начала проведем эксперимент Мы поменяемся местами с Димой Нет И я попрошу, чтобы он забортировал покрышку на вот этот вот обод До того, как он узнает мой секрет Я железный человек Что я криво снимаю? Это сюрприз, что делать? Надо, короче, забортировать покрышку на колесо Я бортировал покрышку последний раз сам год назад, Василий Вставляем, кладем сюда камеру Камеру красивенько расправляем, чтобы не было бугорков, да? Мне кажется, какой-то подвох это мне не ту покрышку дал Да, 27-го колеса, оба 29-го А-а-а! Оба-то 29-го, а покрышка 28-го колеса Блин, ты что, прикалываешься, Вася? Берешь и позоришь меня перед людьми? Потом кладешь вот так аккуратненько С обеих сторон поджимаешь Думаю, все поняли шутку про 28-й и 29-й колеса Поджимаешь, поджимаешь Берешь две бортировки Не, пальцами надо Ты что, прикалываешься? Да нет бортировок Ну, тогда отвертка Какой отвертка? Ну, типа шило какое-то Не, пальцами оба испортишь, оба новый Берешь, как Астерикс Выпиваешь зелье И вот так вот, короче, делаешь Но это нереально, Вася Почему? Потому что здесь корт, смотри, видишь? Вот такую штуку Я же говорю, покрышка 28-я, колесо 29-ое Мыло еще можно налить, чтобы оно лучше сюда ложилось, да? А еще, когда я переобувал зимнюю резину Мне мужик рассказывал, что можно сюда какого-то спирта налить Поджечь И оно выстреливает Это на бескамерке, да Так, а это что, не бескамерка? Ну, надо сначала покрышку установить, чтобы она... Так, о, смотри, пошло дело Надо вот так вот заворачивать, короче Заворачиваем Заворачиваем Все, а то... Да ладно Ну, вот смотри, видишь? Все, вообще идеально стало Ну, не, это, короче, без бортировки Ладно, давай расскажи секрет, потом попробуешь еще Перед тем, как перейти к сути Нам понадобится немного теории Так как это упростит понимание того, что мы делаем Да и вообще зачем И вообще не надо будет после этого ничего запоминать Я думаю, и Дима знал секрет монтажа Но, когда ты не понимаешь сути То забываешь, что и где начинать И где заканчивать Давайте взглянем на обод Это его стенки Они называются закрайнами Которые не дают покрышке слететь наружу Это полочки Видите, вот полочки две Как ни странно, каждая из полок выполняет роль тоже замка В особенности, если есть вот такой вот маленький зацеп Бугорочек вот здесь вот Покрышка, конечно, все равно может слететь Без такого бугорка Но даже если нет такого бугорка Покрышки все равно сложно слететь с этой полочки Не всегда присутствует эта полочка Иногда обод может иметь просто небольшой вот скос На моем марине ж не было полочки Да, на твоем вот не было Именно по этой посадочной вот полочке И определяют диаметр обода Ну, например, 622 мм или 559 мм Внутренний диаметр покрышки совпадает с ободом И когда посадочный борт ложится на вот эту вот полочку Он очень сильно прилегает к ней Так очень плотно, знаете Ну, как правило И вот самое интересное место, до которого мы дошли Это так называемый монтажный ручей Монтажный ручей это такое углубление Которое позволяет легко устанавливать и демонтировать покрышку Выглядит это приблизительно так Мы надеваем покрышку Борт падает в ручеек И так как здесь от ручейка до ручейка меньше диаметр То мы теперь можем легко продеть борт покрышки Через закраины, ну, то есть стенки обода И покрышка легко надевается Видите, теперь она как бы немного даже люфтит так Вверх-вниз Ну, первую часть я сделал правильно, хоть и не методологично Ну, да, все верно Как вы понимаете, если этот ручей не глубокий То установить такую покрышку сложнее Мы, кстати, еще вернемся к поводу руча и поговорим А если он глубокий, то вообще нет проблем Но почему же тогда один человек не может лопатками надеть покрышку А другой с легкостью ту же покрышку На том же ободе монтирует с легкостью и без проблем А здесь правило одевать и надевать Надей вот это все работает? Я не знаю, нам напишут в комментариях обязательно Весь секрет в вентиле Если вы будете устанавливать покрышку, начиная с вентиля То к концу вам надо приложить максимальное усилие И окажется, что борт не может быть утоплен в ручье Потому что ему как раз мешает вентиль Сейчас я покажу наглядно Мы, допустим, устанавливаем покрышку, везде продеваем Но для того, чтобы натянуть вот этот вот конец на обод Вот этот вот борт Мы должны утопить борт в ручейке Но мы это не можем сделать, потому что нам мешает вентиль Видите, он нам мешает, не дает утопиться покрышка Соответственно, мы теперь не можем надеть эту покрышку на обод Это сделать крайне сложно Приходится прилагать большие усилия Музыкальное сопровождение Я вообще не могу даже одну сторону надеть Никаких сил не хватит Все именно потому, что нам мешает вентилек утопиться борту в ручейке Даже если вы начали не с вентиля, а с любого другого места Вам все равно будет тяжело натянуть покрышку Из этого всего можно сделать вывод Что устанавливая покрышку, надо сделать так Чтобы заканчивали вы ее бортировать возле вентиля То есть заканчивали возле вентиля Но есть еще ряд важных нюансов Первое Устанавливайте камеру в покрышку слегка надутом состоянии Это уменьшит риск, что ее закусит борт при монтаже Другими словами, не зажмет покрышка к борту и не будет прокола Другими словами, не будет закусениться Закусениться она не будет Номер два В таком состоянии камера вряд ли перекрутится вот таким вот образом А значит тоже не взорвется Третье Если вы катаете на небольшом давлении Посыпьте крахмалом, тальком и так далее На покрышку изнутри При езде камера на самом деле двигается относительно покрышки И трение может привести к появлению прокола Тальк как раз уменьшает трение Кстати считалось, что тальк между покрышкой и камерой улучшает накат Я к сожалению не нашел никаких тестов И даже не знаю, есть ли в этом какое-то рациональное звено С другой стороны, даже если и уменьшает То это такая маленькая величина Что ее вряд ли можно замерить Я про тальк, кстати, узнал лет 20 назад И рассказал своему товарищу С которым мы ходили на секцию велоспорта Талька не было И он измазал покрышку изнутри солидолом Разница в накате была велика Что я даже не смог со временем убедить его Что это просто эффект плацебо сработал После того, как вы установите покрышку Вам необходимо будет утопить вентиль А потом заново его вытащить Это нужно для того, чтобы покрышка не закусила камеру Ну и пятое, если вы катаетесь на маленьком давлении То лучше всего закрутить сюда гаечку Чтобы вентиль у вас был ровный Иначе при торможении, ускорении и так далее У вас вентиль будет смещаться И в какой-то момент поломается Либо порвет камеру Так, давайте немного подытожим Когда мы устанавливаем покрышку Нам необходимо начинать С противоположной стороны от вентиля И заканчивать на вентиле В таком случае у нас покрышка Здесь легко утопится в ручеек И мы с легкостью сможем Надеть в конце покрышку Давайте попросим Димона Еще раз сделать то же самое И посмотреть, если у него получится Зная наши секреты Секрет раскрыт Смотрите Ну, мы предварительно уже завели ее И начинаем теперь с обратной стороны От вентиля От вентиля Да, так, чтобы у нас этот борт утопился в ручеек В ручеек Да В ручеек, в ручеек, в ручеек Я не верю, что эта магия произойдет Новогодняя Нет! Опять! Не-не-не, подожди Теперь тебе надо вот так вот сжать Чтобы в ручеек А, все упало в ручеек Хорошо Тут все в ручейке Все Поставь колесо вот так вот против себя Чтобы было удобнее Против себя? Ну, вот так Чтобы вентиль был здесь Вот Вот так И по чуть-чуть начинаю заводить Покрышка в ручейке По чуть-чуть, да Давай, я тебе помогу Чтобы она в ручейке была Есть человек в ресурсе А есть колесо в ручейке По чуть-чуть начинаю По чуть-чуть По сантименту С обеих сторон? Да, может с обеих идти Может с обеих Похоже на развод, Вася Но не работает Так, Димон Если ты не сделаешь Значит наш метод не работает Да что такое? Давай, давай Все идет Смотри, отлично Вот, давай, давай Я сейчас реально схвачусь за бордюров Вот, почти Отлично, давай Еще чуть-чуть Все, теперь ладошками посерединке Так, хоп Ладошками посерединке Хоп Это не просто, Вася Давай, чуть-чуть осталось, смотри Главное, поправляю вот эти вот С другой стороны Здесь прям? Да, чтоб она села в ручеек Давай, Димон Ты должен сделать Иначе наш метод скажет, что не работает Вот, почти Ты что, почти? Тут еще пол колеса Не-не-не, чуть-чуть осталось Я, кстати, взял самую сложную покрышку Спасибо, Вася Ну, слушай, на ноги просто она сама налетает Тогда нет смысла этой технологии нашей Давай, давай Да ладно Хух, красавчик Это было непросто Но ты сделал это, да? Это антиреклама просто Все захотят после этого прийти к механику Я не хочу быть механиком Есть? В ручейке Запомните Есть правило буравчика А есть правило ручейка Ну, как снять покрышку? Димон Снять? Да Не, давай ты сам уже Чтоб снять покрышку Нам понадобится та же логика Если я потяну покрышку Не возле вентиля Да То в этом месте, где вентиль Борт не упадет в ручеек И снять будет проблематично Значит, демонтировать покрышку необходимо С вентиля Все супер логично То есть мы начинаем Демонтировать ее отсюда Мы хотели снять еще о нюансах Как установить бескамерку Рассказать несколько лайфхаков Ну, а решили снять про это отдельное видео И оно выйдет там уже, может быть, в январе даже Вы лучше подпишитесь, кстати, на наш канал И что? Улыбайтесь Всех с Новым Годом Новый Год почти выпустит видео У нас, кстати, есть крутой подарок На Новый Год к нам пришел Благодаря вам Мы набрали уже больше 100 тысяч подписчиков Ну и каждого из вас мы любим Особенно тех, кто лайкает Всем хорошего настроения И пока Пока Слушай, я думаю о том, какое будет следующее видео С твоими лайфхаками Как накачать ртом до 8 атмосфер По крышку Или еще что-то Да У нас, короче, была история Не было насоса Надо было накачать бескамерку Мы качали дома Что делать И до скольки атмосфер реально накачать? Ну, надо было шоссейное Мы до 7 накачали И крутило И поехали А снимем видео Как руками забортировать 16-дюймовое колесо На машине Да Я так Я всегда на машине Я не вожу шиномонтаж Потому что нафиг надо Руками? Без лопатки Какие лопатки? Бортируем Значит, мы покрышку начинаем снимать Возле вентиля Чего она не получается? Не работает твой метод Сейчас, подожди Надо попить Реально что-то жесткое Все, обман Как он журчит ручеек Состояние покрышки не в ручейке Слушай, а дай бортировку и открой Скажи шею Я тебе изначально как человеку предлагал Вот, возьми Не, это вопрос Принципиальный Бортировка 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 Тебя ждет бортировка Иди еще легких путей Если я сниму с тебя кофе А я ее сниму Да Халк Вот так вот легко снимается Если вы знаете все секреты Дай мне там тальк есть Попку присыпать Борт не зажмет камеру К... Еще раз Меня зовут Василий Кабущак 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 Кабущак